всем привет если бы вы знали, что сейчас творилось ужасные у нас пробки конечно, сегодня как будто Новый год уже начинается и не проехать и мы просто с Мариной сейчас залетели на таких скоростях всем привет но я так поняла, что у всех сегодня пробки и главное в прямых эфирах тоже пробки вам все равно, наверное, не было скучно потому что столько сегодня эфиров всяких прям можно разорваться сейчас мы подождем еще чуть-чуть, еще чуть-чуть и начнем как обещали отвечать на ваши вопросы о, меня даже... а именам будем озвучивать, нет? как хочешь ребята, напишите, озвучивают ли ваши имена когда я буду зачитывать вопросы или мы их читаем анонимно ну, хотя я ведь их, типа, не знаю этих имен я могу тоже им читать нет, они почти все в общем доступе писали а, ну, тогда напишите надо говорить от кого это вопрос или нет как меня слышно вообще? как меня видно? привет, привет а мне можно в ответ помахать рукой как-то? нет? а, ну, хотя могу сказать привет, привет я надеюсь, Дальний Восток все-таки выдержал и не заснул или уже проснулся доброе утро отлично видно и слышно хорошо ну что, кто еще сегодня смотрит какие-нибудь другие эфиры и как у вас это получается и туда, и сюда Сибирь уже засыпает не только Сибирь уже засыпает после пробок, которые мы сейчас преодолели ну ладно, давайте потихонечку перейдем к нашим вопросам к ответам вообще, чему посвящен наш сегодняшний эфир мы знаем все, что 23 ноября у нас концерт в Санкт-Петербурге мы хотели бы всех еще раз пригласить на него и тех, кто живет в Санкт-Петербурге и гостей города и если они еще не являются гостями то стать гостями и приехать на наш концерт и, конечно, с удовольствием ответим на вопросы которые вас интересовали так, первый вопрос я так поняла, вы боитесь высоты вот сейчас, по происшествию времени хотели бы вы снова прокатиться по канатной дороге я стала гораздо проще к этим канатным дорогам относиться 100 грамм и вообще никаких проблем вот была в Дблизи и тоже уже, в принципе, все прошло гораздо безболезненнее что самое трудное в написании песен? в написании песен самое трудное это рефлексия это найти в себе силы все-таки показать эту... то есть написать это еще полбеды нужно ее... эту песню нужно суметь показать набраться смелости, сил и всего остального какие будут песни на предстоящем концерте? какие? все наши песни будут на... на нашем концерте и, конечно, мы пытаемся сделать что-то новое но обещать я не могу, потому что все очень меняется а петь будете на концерте? да, будем петь обязательно я вот это могу пообещать ты счастлива, Лиз? конечно, я счастлива что здесь думать Наталья Симакова задает вопрос здравствуйте, Елизавета огромный привет вам из Тольятти в сентябре был ваш концерт в рок-баре Синяя Дыня я эту Дыню не забуду огромный привет вам а, да к сожалению, не получилось прийти на ваше выступление скажите, пожалуйста планируете ли вы приехать к нам еще раз? какие впечатления кроме дороги остались от нашего города? ну, дорога, да действительно у нас получилась сложная мы опоздали и перепутали и на перекладных добирались ну, насколько я знаю ребята приглашали нас еще раз приехать но уже зависит, наверное от них насколько они смогут воплотить этот замысел Елена Рубанова здравствуйте, назовите три черты вашего характера от которых бы вы хотели избавиться а какими тремя чертами вы, наоборот, гордитесь была у меня в голове черта какая-то одна не черта наверное избавиться бы я хотела от ничего бы я не хотела избавиться от плохой памяти от рассеянности бы мне хотелось избавиться потому что от синяя дыня написала с морем от рассеянности точно я бы хотела избавиться может быть от лишней какой-то тревожности может быть даже от лишней как это называется когда придаешь больше значения некоторым вещам чем на самом деле следует какими тремя чертами вы, наоборот, гордитесь ответственностью, например чувство юмора у меня неплохое бывает чем еще больше не гордиться ничему Елена Премудрая добрый вечер какой вопрос вы задали бы самой себе ну у меня к себе вообще нет вопросов никаких самый ваш безрассудный поступок я не помню я была безрассудка поэтому запомнить мне было сложно а на что бы вы никогда в жизни не решились на данный момент на данный момент на данный момент это так все сложно так относительно нужно находиться в том моменте конкретно с этой ситуацией с проблемой столкнуться чтобы понять что сейчас я этого никогда не сделаю то есть мне нужно увидеть это предложение это обстоятельство и уже дать ответ был ли в жизни момент поступок о котором вы хотели бы забыть да был и я забыла о нем самый лучший запомнившийся подарок вот кстати очень нам запомнился прям вот нам подарили в Тольятти такую штуку кукла Вуду прям она сделана вроде как по моему образу подобие даже ну нет на самом деле достаточно просто посмотреть на человека там понимаете вот какие-то энергетические внутренние потоки информацию и вот что-то такое получается вот этот подарок мы запомнили пугали всех потом в поезде потом у нас идет вопрос ценный совет который вам когда-либо давали и иди и делай это самый ценный совет чтобы это все один человек вот так вот написал 15 15 этих как в лице просто чтобы вы пожелали своим фанатам оставаться с нами приходить к нам на концерты и слушать нашу музыку и сказать огромное спасибо за это с кем бы вы хотели пообщаться исторический литературный герой или современник нет таких у меня нет как любите проводить свободное время я люблю куда-нибудь поехать за пределы Санкт-Петербурга что еще я люблю ну спорт какой-то бадминтон как-то вот так а вот кстати сухая забыла кстати очень рекомендую так вы супер Лиза спасибо вам за ваше творчество и за вас и за вас Елена Георг если бы была возможность оказаться в любом месте куда бы вы хотели попасть я туда стараюсь попасть вот в Индии мне очень нравится зимовать к чему стремлюсь Елена Русина кто все люди кто все люди кроме состава группы кто снимался в клипе весна с такими чарующими улыбками ой Маша Смелкова не случайно у нас в эфире на самом деле это только состав группы только мои друзья и может быть Маша Смелкова там привлекла несколько своих знакомых а Маргарита Бычкова у нас там снимается актриса комиссаржевки Настя Шекина моя подруга с Алинкой тогда еще с маленькой дочкой сейчас уже она больше чем мама вот насколько я помню все было и наш на тот момент состав группы еще с Сашей Вертоголовым с Димой Чешейкой с Артемом Комиссаровым Димой Пивень так как организовать концерт группы в Екатеринбурге а как организовать концерт значит я думаю что нужно связаться с Мариной просто вот и наверное да как-то можно будет этот вопрос совместными усилиями она подскажет что нужно сделать на самом деле что нужно просто нас позвать найти какую-то площадку которую может принять и которая подходит для нашего концерта ну и соответственно остальные условия есть ли у вас приметы или традиции перед выходом на сцену и какие какие традиции задержать чуть-чуть концерт так это чуть-чуть 10-15 минут саундчек обязательно приводит обычно к хорошему звуку это прям проверено за тем что какой самый памятный знак внимания во время концерта или после был для вас ну все в общем-то знаки внимания не приходят для меня бесследно я всех запоминаю записываю обязательно итого три знака внимания если у вас приметы у нас были вы вир вир Я вам больше скажу, из своего репертуара я слушаю песни в основном вот после выхода, после издания альбома, но так, чтобы в повседневной жизни, это вряд ли, потому что уж настолько, столько раз мне пришлось их переслушать в разных вариантах, что, честно говоря, пока не хочется. Я в основном слушаю из евро-хитов, что там сейчас, манки-данс, вся вот эта фигня. Новый клип, собираетесь снимать, если да, то на какую песню? Мы хотим и нити снять, и признайся, хотим снять. И что мы так не хотим снять? Ну, опять же, нужно на все время, нужны идеи для клипа, не столько нужны средства какие-то, сколько идеям, ответственный человек, который сможет это все скоординировать и воплотить, написать интересный сценарий. Вова, или кто-то пишет там у нас. Не проводи мне тут рекламу, не нужно. Значит, самое яркое воспоминание из детства. Ой, это в основном, наверное, там, в милицию меня частенько забирали, с мальчиками были драки, булочки мы таскали из магазинов, вот такие вот, такое детство у меня. Иван Иванов, Лиза, вы сова или жаворонок? Я сова. Я очень сова. В какое время чаще приходит вдохновение? Свободное. Это, на самом деле, зависит не столько от времени суток. А что значит, вы отправили запросы на участие в вашем прямом эфире? Ну, если наш экран растерется, и там появится еще. Все люди, да, появятся? Нет, как правило. Для чего это делается, этот запрос? Если там, допустим, Света Сурганова отправила, вы можете с ней вдвоем одновременно. А Света отправила? В какое время приходит чаще? То есть, иногда я сажусь, ну, просыпаюсь, если у меня есть время и состояние подходящее, то я прям могу это сделать. Поработать, попридумать что-то или какие-то свои мысли воплотить. И это может быть прям утром. Лиза, как осенний концерт в Москве? Осенний, то есть, который был. Отлично, вова, отлично все прошло. Нам очень понравилось. Какой фильм за последнее время произвел впечатление? А что бы вы посоветовали посмотреть? Что-то же я смотрела. Самое неприятное в этом моменте, что я смотрю и забываю эти названия. И очень много смотрю, правда, ничего не помню. А, в принципе, мне Ван Гоги из наших понравился. Такой очень интересный, но тяжелый фильм. Это снимали вот мои друзья в Риге, как раз, которые когда-то снимали фильм «Тетушкин», где здесь вон наши три песни. Вот, также в Риге это и снимали. Так, владеете ли вы какими-нибудь иностранными языками? Если да, то какими? А английский язык у меня когда-то, когда-то был. Какая из ваших песен в настоящее время является лидером вашего хип-парада? Из моих песен. Ну, мне нравится, ну, правда, вот это может быть не скромно. И такое редко бывает, когда прям ты что-то сделал, и тебе за это не стыдно. И более того, ты этим прям гордишься. Это вот нити песни, это «Признайся», это «Сандали», это... Какие у меня там еще были песни? Ну, вот, в общем-то, это такие прям мои достопримечательности на данный момент. Какое обращение к себе вы предпочитаете, Лиза, Елизавета? И так, и так, можно в зависимости от контекста, в зависимости от того, как мы познакомились, по какому поводу общаемся, по-разному. Как вы относитесь к обращению на «ты», незнакомых для вас людей? Ну, я предпочитаю, когда люди все-таки организованно об этом договариваются, да. То есть, если они хотят обратиться на «ты» или перейти, да, то, ну, хотя бы предупреждают об этом или предлагают. Да, это происходит в одностороннем порядке. А, да, «Ни черта» песня мне тоже очень нравится. «Цепь на шеи» – шедевр, да, спасибо. Все из-за нее, прямой эфир из-за нее. Не торопись, не торопись. Не торопись? Ты просто про это или про это? Так. Много ли у вас недописанных песен? Да, такие есть. И совсем не факт, что они когда-то станут дописанными. Часто ли бывает, что начав писать песню, дальше процесс не идет? Вот с «Ни чертой» было так в районе двух лет. В районе двух лет мы туда-сюда, я-я-ю, туда-сюда. Сначала она была про одно, потом стала про другое. И ни черта не выходила, но потом уже все-таки как-то... Или если начали творить, то рано или поздно песня обязательно будет рождена. Нет, вообще, вам совсем не факт это, совсем. Так же, как есть и четверостишие, когда дальше ничего не идет. Сандали будет на концерте? Ну, конечно, куда же мы теперь без сандали денемся? Конечно же. Как часто поклонники вам дарят подарки? Что дарят чаще всего? Какой подарок был самым необычным? Это вот насчет самого необычного. А вообще, часто всякие бутылочки, цветы, конфеты, косметику, рыбу. Какие качества люди для вас наиболее ценные? Ценные, 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 ценные. Ответственность. Ответственность. Еще раз ответственность. Ну, я чувствую юмор, конечно же. Какие... Ну, так, как бы вы себя характеризовали в настоящий момент? Вообще не знаю, как себя охарактеризовать. Малышка? Малышка. А! Я думала, ко мне обращение малышки. Я же думала, господи, ну что же это такое? Малышка. Прелестный номер. Малышка прелестная на вашем видео бывает. Это доча, племянница или подруг Гелялька? Это племянница моя. Это дочь моей родной сестры Верочка. Вера. Будут ли еще песни Светланы Сургановой? А давайте постучим в соседний эфир и спросим. Будут ли у нас еще песни? Как относится к сушеной рыбе? Ой, я ее очень люблю. Правда, не всегда ее, конечно, можно столько есть, сколько я люблю. Кстати, когда возобновится рубрика «Готовь вместе с Лизой»? Ну вот как только, ну как время что-то появится, мы сразу... Во-первых, я не знаю просто, что готовить. В рубрике уже было все использовано, что можно готовить Лизу. Поэтому рубрика закончилась на данный момент. Как только у меня будут новые рецепты, которые мне под силу, я с удовольствием это возобновлю. Если бы вас пригласили сниматься в кино, то какую роль бы вы хотели сыграть? Вот какую-нибудь свою, то есть свое вам плуань, чтобы я никуда не выходила. То есть это такой занудный образ, музыкант, ну прям вот себя. То есть я играть никого не могу, не могу лицедействовать, не могу ничего примерить другого, кроме того, что я из себя, в принципе, представляю. Ваши любимые цветы, я всегда отвечаю, главное не искусственно. Так, там выключены комментарии со Светой в прямом эфире. Ну, вот видите, как-то человек не отвлекается. Синедыни, с Мишей пришлем. Да, да вы Мишу, главное, обратно пришлите. Так, что может сделать ваш счастливый, что может опечалить? Ну, счастливый у меня точно может сделать то, что со мной разделяют мои песни, мое творчество, мои мысли. Кто-то разделяет еще, и чем больше таких людей, тем, в общем-то, счастья моего тоже больше. Что может опечалить? Может вообще опечалить любая мелочь. И, кстати, вот это тоже вам мне не нравится, потому что настроение может прыгать, как качели ужасные, ужасные качели. Что ли кто вас вдохновляет? Опять же, вдохновляет отзывчивость, поддержка. Иногда это может быть какой-то сюжет в кино, иногда это может быть просто чья-то история. И главное, чтобы у меня было время на то, чтобы осознать, проанализировать и выдать эту вот переработанную информацию. Ваш любимый фильм я уже отвечала, я их не помню просто. Так, вы закону... А, кстати, мне вот понравился наш сейчас сериал «Шторм», который идет с Михалковой. Я не знаю, сейчас он идет еще. Закончился? Закончился. Хороший был. Вы законопослушный водитель. Есть ли у вас штрафы за вождение? Когда последний? Во-первых, не последний. Во-вторых, ну сейчас в основном штрафы это все-таки за скорость остаются. Будете ли в Крыму? Надо у Крыма спросить. Потом за штраф, да, у меня даже есть лишение. За вождение в не том виде, в котором можно водить. Но это было очень давно. Это уже в базе даже сгорело. Но такое тоже было в моей истории жизни. Лиза, одиночество – это наказание или награда? Одиночество – это в сети. И далее по тексту открывайте песню «Признайся» и слушайте, что такое одиночество. Во всех песнях можно найти, в наших песнях можно найти ответы почти все вопросы. Ой, во всех вопросах можно найти все ответы. Как чувствовать себя собачуля? Собачуля нормально, она пережила сейчас у меня какой-то идиопатический синдром. Старчески начала тут падать мне. Но теперь вот поднялась и уже нормально ходит, бегает, и вроде бы все нормально. Что за вино такое вкусное? Хочется также быть законопослушным. Так, как связано у вас вино с законопослушными? Передайте, пожалуйста, на Тусику привет от Аллюсика. Это опять то, что мы подписывали на магнитике? Да? Не знаю. Думаешь, один на Тусике? Джокер. Я нет, не смотрела Джокер. И в принципе мне по описаниям, ну понятно, что это, мне кажется, не мое кино. То есть это, наверное, что-то хорошее и сильное. Ну, по уровню, да, там, кинематографическому, наверное, это сильная работа. Но, мне кажется, такое не смогу смотреть. Творчество, отдых или труд? Это вообще любое переключение. Это уже для головы, для мозга. Это уже отдых с такой хозяйкой, собаками ломан. Нет, собака у нас не меломан, мне кажется. Так, что у нас дальше идет? Лиза, вы правда больше не приедете в Нижний на гастроли? А что, я пообещала, что не приеду больше? Нет. Да? Прям вышла и сказала, не приеду больше? Нет, ну я, конечно, стараюсь сдерживать свои обещания, но будем посмотреть. Надо смотреть на количество желающих на этот концерт. Марине от наших привет огромный. А, это синяя дынька. Дынька, и тебе привет. Малышечка Кимба, здоровья ей. Кимба, тебе здоровья. А где она? Кимба? Там? Здесь? Что сначала рождается, музыка или текст? Сначала рождается автор, а потом уже все остальное. Кто останется с тобой этой осенью? Вот мне тоже очень интересно посмотреть, например, по результатам концерта, кто же с нами и со мной останется. И потом я вам отвечу на этот вопрос. Можно я просто хорошего дня и вечера пожелаю? Конечно же, конечно же, у нас для этого эфир. И сделано, чтобы мы друг другу желали доброго вечера, доброго дня или что-то у вас. Да, дня. Кто остались? Лиза, вы правы? Вот такой вопрос. О чем бы вы никогда в жизни не написали песню? Ну, представляете, сколько тем для песен и вообще жизненных тем, на которые можно не написать песни. Вернее, невозможно на них, про них написать песни. Например, вряд ли напишу вот про Куку Вудву, про эту песню. Вот вряд ли. Или там, допустим, вряд ли напишу песню вот про ручку. Или про холодильник. Нужна ли какая-то особенная остановка, чтобы родился текст? Должно быть время. Привет из Краснодара. Спасибо. На футболке, на спине, что написано. Это секрет. Что у нас еще тут на заготовочках? Здравствуйте, Елизавета. Пишет нам Н.Г. Симакова. Подскажите, пожалуйста. Нет, расскажите, пожалуйста. Как вы познакомились с Мариной Старковой? А как вы познакомились с Мариной Старковой? В 2015 году? У нас был концерт в Джагере. И я потом прочитала отзыв о концерте... Нет, это в Москве был концерт. Да, значит, был концерт в Москве. И потом я прочитала просто такой отзыв. Ну, прям он меня задел. Такой теплый, эмоциональный. И я зашла к человеку, который написал этот отзыв. И оказалось, что она имеет опыт работы в области СММ и с концертами, с мероприятиями. И мне написала, что Марина так и так. Мне было вот интересно почитать. И мне кажется, мы можем быть друг другу полезными. Про куклу воду шкалярский напишет. Не будем у него хлеб отбирать. Вот так вот и началось наше общение. Вот так вот и познакомились. Все, меня уже исправляют. В Москве был концерт. Знаю, я все помню. Специально проверяю вас. И Марину в том числе. Мы говорим сегодня только о творчестве. Почему вы можете говорить сегодня о чем угодно. Кстати, сегодня меня вы натолкнули на такую идею прекрасную. Про недостатки и достоинства я уже рассказывала. Хорошие черты плохие. 25 октября я воспользуюсь все-таки минуткой славы. И порекламирую салон красоты. У нас 25 октября 19 лет нашей деятельности. И мне написали наши слушатели, что мы не успеваем, естественно, в другом городе. Можно ли воспользоваться скидкой. А у нас в 19 лет 25 числа 19% идет скидкой. И поэтому я пообещала всем, кто захочет в день концерта в ноябре воспользоваться и привести там себя в порядок. Воспользоваться услугами салона красоты нашего. Я пообещала сохранить эту скидку в 19%. Так что можете приходить. Добро пожаловать. Вот. Поэтому видите, не только о творчестве. Лиза, привет. Есть ли в планах концерт в Хабаровске? Знаю, Дальний Восток ждет. Ну вот я, да, как раз сегодня ощутила, что Дальний Восток ждет. Понимаю, расстояние от вас до нас 8800, но нам тоже еще до Хабаровска 600 километров тянуть. Но мы их преодолеем легко. Я с удовольствием, я вообще мечтаю попасть на Дальний Восток. Но, к сожалению, это не так все просто. Подождите. С вином полегче. Вот смотрите, сколько было. И вот сколько осталось. Кто там? Рома меня воспитывает. Так. Был ли что, чтобы текст приходил тогда, когда пришлось бросить все и творить? Ой, это самое противное такое ощущение, когда ты понимаешь, что тебе вот надо сейчас сесть и с гитарой что-то поделать, поработать. Но в то же время тебе нужно еще что-то делать. И ты прям разрываешься, становишься очень раздражительным. И лучше, конечно, в этот момент не подходить. Счастье. Какое оно на вкус? Это такой вкус, который сложно описать. Где-то я потеряла вопрос. Где-то он был наверху. А вы сами бываете в салоне? Конечно. Я там почти как... Как это называется? Хостел? Как это называется, когда встречают? Хостес. Хостес я там практически. Ну, конечно, бываю, как позволяет мне время и возможность совмещать. Было ли так? Да, это было. С вином полегче. С вином все ок, у Лизы. Вы посадили дерево? Дерево? Сразу, сразу, сразу пытаюсь вспомнить, что я сделала плохого. Нет, дерево я не посадила. Папа мне тут все посадил. Ой, да, для связок хорошо бы, если бы вино помогало. Но, к сожалению... Кстати, был вопрос или просьба, что спеть в прямом эфире песню. Я пока, к сожалению, не могу этого сделать, потому что... Потому что не могу, связки почему-то пока не работают. Но, надеюсь, за месяц они восстановятся. Еще, кстати, мы хотели у вас спросить, вот насколько актуально вы считаете сейчас создание своего телеграм... Ну, канала в телеграме. То есть, хотели бы быть подписаны на такой канал, где будут проходить... Ну, где будут публиковаться какие-то эксклюзивные материалы. Там, не знаю, песни в акустике, например, периодически я пела бы под гитару. Или Кимба вот приходила бы... Иди сюда. Ой. Иди сюда. Кимба, иди сюда. Иди сюда. Иди в эфир. Сейчас я... Блин, невозможно же это поднять. Вот, это Кимба. Всем добрый вечер, она говорит. Но не очень, она довольна, конечно. О, наша кукла. Это вы про Кимбу, или про этого? Вот, поэтому нам очень интересно. Пишите про телеграм. Что было бы интересно... Забей. Что было бы интересно вам там. Естественно, этого не будет больше нигде. Это будет только в этом канале. Что-то я пропустила тут. Какие любимые города? Как вы относитесь к сюрпризам? Лиза, опять сейчас будете? Да, конечно, я сказала, что постараюсь за месяц остановить связки. И такая сейчас взяла гитара. На-и-на-и. А вы в Владимире побываете? Я уже не говорю про город Ковров, Владимирская область. А мы не собирались туда? Нет, мы не собирались туда. Если нас пригласят, то, конечно, с удовольствием вообще во все новые города. Телеграмма, да. Телеграмма, да. Телеграмма, да. Кимба красавица. Телеграмма, да. А в Астрахань? А в Астрахань, конечно, что во Владимир не знаем. А в Астрахань с Астрахань это все понятно. Там рыба. Ее там много. Так, на каких вопросах мы остановились? Примерно не это. Ага. Про Хабаровск мы поговорили. Егор Летович. Летов закончен, Львов. Зачеркнуто, Львов написано. Лис, не планируете ли выпуск своей собственной книги? Материалы предостаточно. Ну вот смотрите, что писать в этой книге. Просто писать текст, текст, текст песен. Ну, он же и так есть в интернете. Гулять по крышам. Да, мы пойдем, только я теперь не представляю, как нужно одеться, чтобы погулять сейчас по крышам. В Израиле, да. У меня же там бабушка, у меня там тетя, у меня там брат двоюродный. В принципе, не раз я там была, и Израиль тоже здесь у нас бывает. Астрахань точно оценит концерт, вне сомнения. Расскажите о последних гастролях. Были смешные случаи. Да, мне кажется, наши гастроли полностью состоят в этих случаях. Вот, и я их, к сожалению... Ты помнишь, что-то? Я их просто не запоминаю, не записываю. Слушай, я рассказывала, как мы пытались в купе запихнуть вещи. И бабки. Кому? Чайные у нас бабки, чтобы мы убрали тележку. А, ну там... С кем бы. Это нужно, чтобы какой-то биограф с нами ездил. После вина минор или мажор? Это зависит от того, какое вино. Тут я для каждого... Для каждой тональности у меня свое вино. Я тоже хочу с вами на крыше, где записываться. А вот там, выше, где Везенин и Везенин, это вот к ним. К организаторам крыш. Про пергу случай. Вова, ты как что вспомнишь? Я уже подробности не помню. Надо вон комиссара вас затащить, чтобы он вспоминал. А последний, ну, постоянно там с Мишами что-то... Постоянно что-то барагозим, но не помню. Люди, когда вы нажимаете сердечки, тормозится эфир. На самолете боитесь летать? Ведь фуникулер страшен был во всех видео. Я боюсь и на самолете, и на канатке летать. Но все мне боюсь то, что далеко от земли. Да, мы знаем Романа Везенина. И мне кажется, он нас тоже знает. Кимба воет музыкально, а она не воет. Не воет же она почему-то. Вот баги, когда я начинала играть на гитаре, на другом инструменте, она прямо подключалась. Взгляд, скорость или музыка? Что это значит? Что меня может впечатлить? Ну, скорость вряд ли. Взгляд, да, музыка, да. Скорость нет. В Пензу не планируете? Ну, мы бы планировали везде. Это зависит от поступления предложений к нам, приглашений. То есть, мы находим общий язык. Значит, с удовольствием приезжаем. Больше всего... Куда вы больше ни за что не вернетесь? Больше всего никогда не вернетесь. Да нет, как я могу знать, куда я не вернусь? Это невозможно предвидеть. Куда не хотела бы? Ну... Омск мне как-то помню. Но это зависит же все от ассоциаций. Это не то, что я плохо к городу отношусь или к жителям. Смотря что там происходило. Что вас особенно недопонимают люди? Что вас особенно недопонимают? Надо, наверное, у людей спросить, что недопонимают. Вот что во мне непонятно? Что непонятно? Баня нравится. Очень баню люблю. Скутер, мотоцикл, самокаты. Я в этом году попробовала вот эти электрические самокаты. Я прям в Сочи каталась. У них специальное место на набережной выделено. Ну, вернее, на протяжении всей набережной. И мне прям очень понравилось. Особенно, когда жарко. И ничего тебя не спасает. Духота ужасная. И я вот на этом самокатике на смешном каталась. Вообще, у меня есть скутер. Я каталась. И все время езжу на скутере, когда живу в Индии. Вот. С мотоциклом нечто страшновато пока. В идеале мне хочется такой мотоцикл. Вернее, мопед, что ли. То есть он по размеру, чтобы был мотоциклом, но был бы автоматом. Как скутер. Чтобы не нужно было переключать вот эту вот фигню. Так, ребята, я не успеваю за вами. Ой, ой, я что-то нажала. Бывает такое, что люди пишут вам, чтобы вы что-нибудь изменили в тексте. Ну, как мне могут написать, если песня уже вышла? Могут задать вопрос, что это обозначает. Могут задать кто-то из знакомых, из близких, кто увидел это на стадии создания. Тогда, да, я еще могу прислушаться. Но хотя вот с сандалями это было очень смешно, когда я уже рассказывала, когда Саша Смарыга там сказала, что амплитуда тесная. Это значит про человека, который лежит в гробу, и что Лиза не могла бы это что-то посветлее туда поставить. Вы больше позитивно настроены к жизни или склонны впадать в уныние? Я не в уныние впадаю, я скорее могу находиться в таком более-менее нейтральном, холодном состоянии. Но это не значит, что это уныние. Четыре человека. И еще семь отправили запрос на участие в эфире. То есть предполагается, что я нажму, и все появятся. И что мы будем тут делать? Во-первых, все зависит. А во-вторых, даже не представляю, что это будет за телемост такой. Так, Лиза, хочется, чтобы вы спели сегодня в прямом эфире. Ни черта, это возможно? Ни черта, невозможно. Так, про книгу мы... Да, повторюсь, я не представляю. Ну, если книга, которая состоит из стихов, из текстов, песен... Но это не книга, это просто тексты песни. Книга это все-таки больше либо какая-то история, либо художественный стиль, да, предполагает. Я этого делать не умею. Мемуары, может быть, можно было когда-нибудь какие-то написать. Но, опять же, я ничего не запоминаю. Если был вот такой биограф, который записывает все. У меня вот тетя обычно запоминает все мои какие-то происшествия, истории. Но она живет далеко и уже перестала это делать. Я пишу книгу твоих снов. А, Марина пишет книгу моих снов. То есть у меня сонник скоро выпустим какой-то. Вот. Поэтому, ну, какими-то вот отрывками короткими что-то можно... Но я не уверена, что это можно называть книгой. Ведь такое может выйти просто, может быть, в электронном виде. Вот. Как вы придумываете идеи для клипов? А идеи для клипов в основном придумываю не я. Я могу подсказать, что мне бы хотелось песню вот на эту... Ой, клип вот на эту песню. Да, мне хочется вот на эту песню создать какой-то видео... Визуальный ряд. И в основном это люди, которые снимают клип. То есть вот последний это Денис Бугаев, который снимал и космос, и ни черта. То есть он сам придумал полностью сценарий, разработал. И я, может быть, где-то что-то подсказывала, с чем я не согласна. Чтобы мне хотелось изменить, что вот это вот не я, а вот это вот я. И так далее. Какой-то вот жуть, по-моему, мы придумали. Я, Марина, и раздыхала. И Маша смелковала своими силами. Как оно приходило, это лучше не спрашивать. Лиза вас вот обмеляет. Общение с фанатами после концерта. Нет, если концерт прошел позитивно, на одном дыхании, остались хорошие впечатления, то я с удовольствием всегда и останусь пофотографироваться и поговорить. Просто не всегда хватает голосовых возможностей много разговаривать. Но сам контакт неприятен. Расскажите о вашей группе, как и где образовалась. Это вот в нашей книге будет во вступлении написано. Значит, скорость присутствует. Вот вывод получился почему-то. Сейчас искренность в дефиците. Синяя дыня. Эфир сохраните. Искренность в дефиците. Эфир сохраните. Сейчас мы напишем песню. Да, эфир сохраним. После Сочи нет желания сделать работу с детьми на постоянной основе. С детьми вообще что-то постоянное планировать, мне кажется, очень сложно. Мы выпустили, мне было интересно записать с детьми мою весну. Ой, ну да, мою весну, но мы записали сандали и мою весну. Сандали мы уже выпустили. Вот готовим к выпуску маю весну. Надеюсь, все получится. И будем рады услышать, что вы думаете по этому поводу. Летом я вообще планирую. Меня приглашали, в принципе, и зимой на смену, но у меня уже другие планы. А так я планирую на следующий год летом тоже помочь немного детей. Поэтому, если у вас есть ненужные дети, присылайте их в Сочи на вокальный, театральный, танцевальный интенсив. Там будет разделение по факультетам и танцевальный факультет, и вокальный, и театральный, и художественный. В общем, на любой вкус и цвет. Привет, привет. Еще и ВКонтакте выложите, плиз. Сказала синяя дыня. Холодное состояние может что-нибудь растопить? Кто-нибудь? Ну, конечно, может. Всегда что-то происходит. Это либо концерт, либо песня. Либо вот Изабелла приходит. А че нет? Чуток, несколько аккордов. Это про песню. Не, у меня, к сожалению, связки не в тонусе, я не могу. У меня герб. Как я сказала, Артем, у меня герб. Он говорит, у тебя герб, и значит, мы умрем. Вы еще когда-нибудь поедете на нашествие? Это там все очень сложно с нашествием. Я не знаю. Пишите ли вы в стол? Я пишу на стол, на столе. Но есть вещи, которые не дошли до завершения, поэтому пока они находятся в столе. Верите ли вы в вещи сны? Я верю в какую-то сильную, тонкую интуицию, которая у меня присутствует. И бывает так, что я увидела это во сне, и это на самом деле через несколько дней происходит в жизни. Так же, как у меня, там сегодня мне приснилось, что Кимба не может ходить, упала и не может ходить. И я просыпаюсь, она встает и хромает, она не может идти. То есть это не в такой все прям сильной была форме, но вот тем не менее. То есть это не то, чтобы приснился зонтик, значит, вы будете богатым. А здесь вот именно эти вещи, они реально мне снятся, и потом это происходит. Или мне приснилось, что человек, например, сделал какую-нибудь негативную вещь или поступок по отношению ко мне, хотя на самом деле все до этого было прилично. Потом получается, что он именно так и раскрывается. Лиза, как жаль, что узнала о вас совсем недавно. Ну, почему же? Надо радоваться, что вообще узнали лучше поздно, чем... Лучше недавно, чем давно. Нет, лучше поздно, чем никогда. Каждый ли текст закончен? Не совсем поняла вопрос, каждый ли текст закончен. Не каждый, еще есть тексты незаконченные. Я думаю, возможно, вполне книга путешествий о приключениях во время гастролей. Возможно, но это надо все записывать и фиксировать. Не всегда хватает на это сил просто. Наша семья в обеих машинах и в плейлистах в ВК и Ютуб песня «Монолиза» звучит в 99% случаев. Ну, сколько? Это сколько закончится? Во сколько закончится эфир вы засекали? Нам очень приятно, конечно, что вы слушаете наши песни и выкладываете, отмечаете. Вы пишете песни на чужие слова, написанные не вами. Только «Жуть» была у нас и группа «Поппер», да, от Альятти, на них делали кавер. Вы интересные, ну, слава богу. На 6-то у нас еще можно, ведь не знаю, Лиза, едешь ему где-то зимой? Я, да, планирую, но пока я билеты не брала, потому что там какая-то непонятная с ними ситуация. Она мне не нравится пока. Мы можем надеяться на новогодний концерт в Питере? А, да, сегодня мы начали обсуждать, вернее, я невольно стала свидетелем о том, что обсуждается новогодний концерт. Я не знаю, у нас был такой опыт, но это очень странное ощущение выступать прямо в новогоднюю ночь. Это должно быть такое подходящее какое-то место и время, и столько обстоятельств должны совпасть и сложиться. Я пока не знаю. Предлагайте, активизируйтесь, предложите где, когда, сколько вас в Новый год таких будет людей, которые готовы будут с нами провести прямо новогоднюю ночь. И тогда уже от этого будем плясать. С Миронова и Ириной никогда не работали в плане клипов? Нет. Будет выбрал лучший вопрос по итогу прямого эфира. Ой, а мы не планируем. Я бы выбрала, но я просто не зафиксировала их в памяти. Познакомилась с вашим творчеством совсем недавно. Может, уже был вопрос, в Москве будет концерт. Хотелось бы познакомиться вживую. В Питер, к сожалению, нет возможности. Ну, у нас был недавно концерт в Москве. Наверное, в ближайшее время мы не планируем. Но приезжайте, ну, Питер, это же так близко. Это, что там у нас ходит? Сапсан, 4 часа, не знаю. Бла-бла-кара, 500 рублей. Или сколько? Ну, тысячу. Ну, две. Поезд, автобус. Ну, столько способов. Мы живем очень близко друг от друга. И грех жаловаться. Хабаровск, я понимаю, мне нечего ему ответить. Нечего. Я в Матее нечего ответить. Если нас пригласят, мы приедем везде. Везде. А что у вас с личными отношениями предпочтение выбрать спутников в жизни? Ой, что же у меня с личными отношениями? Выбираю спутников, выбираю. Но вселенная такая большая, что спутников очень мало. У меня тоже такая хрень, Сурик пишет. Кто стоит, упал, не может идти. У нас есть ведь льна. Нет, спасибо, у меня тоже ветеринара есть. Все уже выяснили. Вот, это диапатический синдром она мне решила выдать, потому что ей уже 14 лет. У вас очень питерская музыка, вы петербурженка. Нет, у меня норильская музыка. Я из Норильска, видимо, поэтому... Но очень много общего между этими городами. Зеленые глаза и сны, все связано. Будущее сложится так, как мы его запланируем. Планируем. Хорошо. Минут 45 или 8. Это, видимо, закончится эфир, да? Некрасивая, спасибо. В какой второй круг, Марина? Сколько кругов мы будем ходить? Верите ли вы в чудеса? Лиза, теплое молоко с медом, здоровья вам. Спасибо. 2 января можно не обязательно в Новый год. Слушайте, мне уже легче, что второй. Вы знаете, что может быть с человеком 2 января? В принципе, новогодняя ночь со Светой и Лизой. Хорошо, я Дед Мороз, Света Снегурочка. Очень стильное, спасибо. Надо спеть хотя бы ты пчела и пчеловод. Но связки не принципиально. А в Питере есть возможность с вами познакомиться вживую? Конечно, мы прям живые, приходим в Питер на концерты и выступаем прям самостоятельно. Лиза, правда, спойте, пожалуйста. Я уже говорю, это с трудом. У вас свой стиль песен, причем крутые песни. Спасибо за тексты. Спасибо. Случалось ли такое, что вы что-то хотели сделать, но никому не озвучили желание, а через какое-то время все складывается как надо? Да, наверное, было. В какой сфере жизни мне сейчас хочется уделить больше времени и внимания? Ой, это такой вопрос. Я, если заведу эту песню, то это надолго. Все, у нас осталось несколько минут, несколько вопросов, которые еще на бумаге. Где мы остановились? Клипы. Добрый день, планируете приезд в Ростов-на-Дону? Планирую, но нас пока не приглашали. Поэтому пригласили только пивня, он уехал туда жить и все. Так, Лиза, где бы вы хотели встретить рассвет? Обычно я сплю в это время. Очень нравится песня «Загореться и погаснуть». Что вас вдохновило на ее написание и не могли бы ее спеть? Споем, кстати, попробуем на концерте. Я тоже уже поняла, что мы давно не пели эту песню. И мне бы было интересно ее восстановить. Если хобби, кроме музыки, да. Бадминтон. Путешествия. Лиза, ты достаточно счастлива или чего-то не хватает для полного счастья? Чего-то, наверное, не хватает, но... Наверное, это неправильно, когда прямо скажешь, что всего хватает и полностью ты всем удовлетворен. Такого не бывает. Здравствуйте, не планируете ли приехать с концертом в Северную Осетию? Мне кажется, я оттуда недавно уехала. В возрасте в каком-то, не знаю, 13-14 лет. У меня мама и папа родом из Северной Осетии. Они родились в Владикавказе, папа в Нальчике. И, в принципе, провела там все свое детство. И меня каждый год из Норильска отправляли, как тогда выражались, на материк в Владикавказ. Александр Сокол. Елизавета, скоро наступит полноценная зима. В Кузбассе уже снег выпал. Что для вас зима? Зима – это для меня повод куда-нибудь по-быстренькому съездить и перезимовать. Я не очень люблю холодное время года. То есть я люблю какие-то атмосферные дни. Там Новый год, там снегопад, снежок, пушистый, все. Но это быстро мне надоедает. Мне надолго... Спасибо за эфир, Лохматая девочка, Лиза. Ну, мы тут забежали на метле вообще. И как насчет песни про выпавший только что снег? Обязательно... Это что-то новое есть. О, как похож ты. Та, еще снег. Можно кавер сделать. Перм ждет, Лиза давно у нас не были. Давно не были в Перми. Спасибо вам. Будет ли кавер версияной песни Нити со скрипкой? Но это не кавер все-таки, наверное. Это просто такая... Такая... Такой... Аранжировка такая просто. Вариант аранжировки. Был есть случай, который потряс до глубины души. Это разное было, конечно. Но опять же мне совсем... Ну вот, кому-то нравится такая прическа. Так что определитесь, пожалуйста. Проголосуйте. Отправьте свое мнение нам в директ. А мы уже по результатам будем думать. Какую прическу сделать? А? Билеты на концерт покупайте. Пожалуйста. Приходите. Мы вас будем ждать. Приезжайте из других городов. Нам всегда очень приятно, когда приходят на концерт не только Москва или Питер. А приезжают гости из других городов. И что-то мы хотели придумать для приезжих. Не помню что. Кроме салона красоты. Что-то интересное было у меня в голове. Но мы, думаю, через неделю-две проведем еще эфир. И что-нибудь дополним. И что-нибудь новое придумаем. И расскажем. Все. Всех с наступающей средой. Спасибо за эфир. Закончилось? Нет? Лиза за эфир. Спасибо. Очень позитивно. Отличное раннее утро. В любом образе прекрасно. Возьмите меня в качестве описания для интереса к истории. Да? Приходите. Пишите. Издавайте. Ценно, что вы не игнорируете все вопросы. Первый раз вижу такой в прямом эфире. Исполнительное спасибо. И вам спасибо. Сфоткала экран. И своему парикмахеру покажу. Не пугайте парикмахера. Меня, кстати, иногда останавливают. На улице спрашивают, как прическа называется. А мне нечего сказать, кроме как я придумываю. Лиза называется прическа. Ее можно сделать по такому-то адресу, в таком-то салоне. Действительно, прически... Прическа никак не называется. Мы делаем так. А уберите вот здесь чуть-чуть, пожалуйста. Ой, а теперь вот здесь через два дня прихожу. А вот теперь вот тут нужно подровнять. И в течение нескольких дней мы получаем результат. Про телеграмм, про телеграмм. Пишите нам, пожалуйста, про телеграмм. Что было бы там интересно, кроме, допустим, песен в акустике. Космос когда будет? Добрый вечер, Москва. Вот как приедете к нам в Питер, вот так и будет космос. Конечно, зря зарекаюсь. И обещаю. Ну, надо нам подтянуть песню, надо выучить. Вообще нужно восстановить все старые песни из нашего творчества. Из нашего репертуара, вернее. Потому что невозможно все песни включить в концерт. Приходится выбирать. Приходится делать этот трудный выбор. Космос берешь, и потом говорят, а где загореться и погаснуть? Загореться и погаснуть, и говорят, а где сандаль? И так без конца, вот так мы живем. Что-то еще мы хотели сказать. Только что было меньше, стало опять больше. Вот мы решаем, ехать или нет. Но вообще главное памятник. Памятник я могу вам обещать. Мы его преобразовали. Мы уже... А что? Разве нет? Преобразовали же. То есть или памятник, или сандали будут обязательно. Ой! Космос, космос. Надо, надо космос восстановить. Вот, зовите друзей. Зовите всех. Приезжайте. Мы будем рады встрече. 23 ноября. Концерт в самом Петербурге. На самом деле ждем вас на нашествии. Ну смотрите, когда нашествия. Нашествия у нас когда? Летом. А ноябрь когда? Через месяц. 23 ноября. И мало ли что будет с нами, со всеми там, к моменту нашествия. Нужно брать то, что есть сейчас. А потом, если получится, мы еще встретимся на нашествии. Вот так вот я предлагаю. Ну все, теперь я точно с вами уже прощаюсь. На все вопросы мы ответили. Было приятно с вами пообщаться. Всем пока. Вы уверены? Уверен.